всем привет друзья сегодня хотел бы представить обзор на новинку от компания 7 модель немецкого ночного истребителя до 17 z7 номер 72 307 до 17 z7 его было название еще по-немецки сначала как каус сипуха птица которая своим критком предварить предвещает беду он отличался от обычного z3 только тем что вместо переднего носового остекления на нем установили куполообразный и непрозрачный носовой обтекатель за обтекателем носовой части самолета размещались три неподвижных пулемета мг-17 одна пушка мг-ф и 11 миллиметрового бронеплита экипаж данного истребителя составлял три человека летчик радистрелок и борт инженер борт инженер также являлся но имел скажем так обязанности заряжать магазины пушек также данная модификация могла транспортировать бомбы до 500 килограмм ну и также он дополнительно на данную модификацию был установлен топливный бак по моему было 900 или 1000 литровый если не ошибаюсь но теперь непосредственно обзор нашей модели первое что мы увидим это у нас красочный бокс арт сейчас мы снимаем очень красивая коробка сразу покажу то есть что в исторической части сейчас прочитал то есть вот носовая часть здесь на до 17 ну допустим возьму за 2 которые я собирал модификацию здесь у нас было остекление на ночном устребителе у нас остекления нет имеется самая часть которая установлена пулемет коробка из плотного картона коробки у нас имеется пакет с литниками декаль и инструкция декаль выполнена на новой бумаге бумага данная декаль переводится клеится очень хорошо далее инструкции у нас выполнена виде журнал журнал формата а4 первый у нас лист глянцевый все остальные матовый также здесь у нас указаны номера цветов в палитре рел и томи вот я вам показываю номера которые предлагает нам компания 7 для окраски данной модели также на первом листе у нас представлены на двух языках технические характеристики самолета далее у нас обзор летников красно у нас указывается детали которые не используют при сборке данной модели хочу сказать что я собрал уже модель не до 17 за 7 до 17 за 2 она думаю не сильно отличается только как я понял на основную часть поэтому хочу сказать вам только о положительных впечатлениях сборки данная сборка мне очень понравилась модель качественная при сборке не возникло никаких проблем и хотел бы также обратить внимание на инструкции инструкцию очень подробно и так же не доставит никаких вопросов при сборке у нас установка двигателей сборка двигателей установка шасси вот у нас идет здесь уже установка показывает носовой части и варианты декали нам предлагается вариант один посмотрим нет у нас есть два варианта декали то здесь у нас показывается куда клеится декали здесь непосредственно наши модификации это первая нас осень 1940 год и тоже осень 1940 год видно разные просто подразделения приступаем к обзору наших летников как я уже сказал что модели уже подобных собирал и поэтому если бы нареканий у меня нету то есть мне очень понравилось так мы начнем с этого чтобы сразу обратить внимание на расшивку расшивка сделана очень четко то есть при окраске и потом последующей смывки смывка попадает в расшивку и это все хорошо так на данном литнике у нас все хорошо и чисто далее следующий литник это у нас добавлен литник с носовой частью пулеметами далее у нас литник с частями с частями фюзеляжа с внутренними частями хотел бы обратить внимание на то что на данном литнике присутствует большое количество деталей мелких деталей которые пролиты очень хорошо каких-либо дефектов на данном литнике я не вижу также у нас присутствуют детали с расшивкой и хотел бы также обратить внимание что расшивка пролито очень хорошо и четко шасси даны у нас в виде половинок то есть вот и вот также присутствует на шасси протектор и наш третий литник у нас так понимаю детали двигателей также у нас здесь пулеметы помбы и хотел бы обратить внимание на то что также на данном литнике у нас присутствует большое количество мелких деталей которые пролиты очень хорошо каких-либо дефектов я не вижу все толкатели находятся на внутренних частях элементов наша носовая часть у нее особо ничего не скажешь носовая-носовая то есть все хорошо и наш последний литник это литник с остеклением у компании 7 мне очень нравится остекление всегда все сделано четко все прозрачно также в этой модели вот я смотрю на текст через стекло даже искажения какого-либо нет вот друзья и закончил обзор модели свобода до 17 затем хотел бы обратить ваше внимание на данную модель то есть если вы любите авиацию в 72 масштабе данная модель обязательно должна быть у вас коллекция модель выполнена хорошо все пролито четко и поэтому каких-либо проблем она доставить не должна думаю от сборки должны получить только положительное впечатление всем спасибо всем пока